Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от банка Уралсиб. Это высокий процентный остаток, кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Сейчас развелось огромное количество очень странных психологов. Я уже говорил здесь в камеде про астропсихологов. Есть еще торопсихологи, квантовые психологи, эзотерические психологи. Но самое опасное, что может встретиться на пути неокрепшего ума, это женские психологи. Сейчас огромное количество таких специалистов, которые учат женщин быть женщинами. Если обычные психологи пытаются как-то помочь решить проблему, то женские психологи, походу, просто хвалят женщин. Вот профиль типичного женского психолога, вот что она себе пишет. Женщина как бриллиант. Со мной ты полюбишь каждую грань своей уникальности. Ведь женщина как кристалл, она по-разному играет и сверкает. Как будто я читаю сборник армянских тостов. Если обычные психологи гордятся тем, какой вуз они окончили, или сколько лет у них практики, то женские психологи гордятся другими вещами. Вот, женский коуч пишет о себе. Получила от мужа 10 квартир и 1 миллион долларов. А зачем вообще мужу дарить ей 10 квартир? Он что, не знал, как ей еще намекнуть, чтобы она от него съехала? Не удивлюсь, если каждая квартира была все дальше от предыдущей. И главное, какие рекомендации они дают обычно. Вот она же выкладывает такой пост и пишет. Не благодарите, проверено. Самые капризные получают больше. Я решил проверить, действительно ли это так. Самая богатая женщина России владеет в Альберес. И каково было мое удивление, когда я увидел ее интервью. Татьяна Бакальчук, без капризов я бы ничего не добилась. Да вы с ума сошли, я это придумал. Вы что? Она совсем другие вещи говорит. Она в интервью сказала, люди способны сами зарабатывать, нужно идти и делать. Вообще, как понять, что перед вами женский психолог? У нее всегда плохими оказываются только мужчины. Это же мужчины. Они не умеют красиво говорить. Они не понимают свои чувства, не осознают их, не умеют их выражать. Ну, извините, я просто мужчина, я не умею говорить и выражать свои чувства. Но она говорит, что есть и те, кто умеет все-таки красиво говорить. А те мужчины, которые красиво говорят, эти мужчины, как правило, являются манипуляторами. Ну, то есть в школе мы учили стихи манипуляторов Серебряного и Золотого века. И они еще все очень друг на друга похожи, правда. Вот еще один такой представитель женской психологии. И главное, что и решение проблем у них у всех примерно одинаковое. Вот конкретно это дает такую рекомендацию. Поэтому ты говоришь, он мне изменил, и я сразу ушла. Он только ударил меня один раз, я встала и ушла. Он перестал зарабатывать деньги, я встала и ушла. Да, не хватает еще. Он сказал, встала и ушла, и я встала и ушла. Не, я согласен. Измены, какой-то там даже удар, это очень плохо. Но нельзя везде быть настолько, как бы, ну, кардинальными, да? Ну, потому что, ну, он перестал зарабатывать, ну, должно же быть, я встала и ушла зарабатывать, потому что, ну, надо помогать, надо как-то поддерживать же. И главное, у этого видео 41 тысяча лайков. То есть 41 тысяча девушек это понравилось. 41 тысяча девушек поставила лайк, встала и ушла. И теперь идет куда-то. Ведь она не дала ей конкретное направление. Вообще, если этот текст положить на музыку, то получится нехилая такая конкуренция Ани-Асти. Поэтому ты говоришь, он мне изменил, и я сразу ушла. Он только ударил меня один раз, я встала и ушла. Он перестал зарабатывать деньги, я встала и ушла. Не надо долго. Встала и ушла. Что еще любопытно, что не все женские психологи – женщины. Вот такой парень, Артем, пишет. Меня зовут Артем, у него 269 тысяч подписчиков. И он говорит, у меня получилось изменить жизнь многим. Вот в это верится, что получилось изменить жизнь многим. Но не очень верится в то, что получилось ее изменить в лучшую сторону. Потому что Артем дает советы, основываясь на своем личном опыте. А этот опыт очень странный. Вот, например, какие рекомендации он дает. Как моя жена всего одним действием отучила меня манипулировать ею. Это было еще 4 года назад. Мы тогда поссорились, и у нее тогда был такой небольшой электрошокер. Она подошла с ним, ударила меня разок током. Мне было больно. Да. Заметили, говорит, мне было больно. Ну, значит, удар был явно не в область плаха. Иначе бы он ничего не почувствовал. Вообще, такое ощущение, что парень сидит где-то в подвале связанный, читает этот текст бумаги и в конце объявит цену выкупа за его голову. Ну и вдумайтесь в ситуацию. Он что-то сказал своей жене, и та подошла и ударила его электрошокером. Ну это ненормально, ну ни разу. Но в комментариях девушки восхищаются этим поступком. Вот, вам попалась очень умная женщина. Вот эта женщина. Где он взял такую умную жену? Я надеюсь, никто из них не работает судьей. Иначе у нас в суде будут такие объявления приговоров. За нанесение тяжких телесных повреждений мужу. Светлана приговаривается к 3 годам восхищения. Потому что она красотка. И удивительно, что некоторые мужчины-психологи, вот, которые, вот, женские психологи-мужчины, такое впечатление, они мужчин вообще просто ненавидят. Адекватный мужчина сгорит от унижения, если его женщине придется работать. Это будет означать, что как мужчина он ноль. И если вашему мужу нормально, что вы работаете, значит он девочка, у которой по ошибке что-то выросло между ног. Точно это психолог? Он же какой-то агрессивный, токсичный, неприятный. И есть ощущение, что они с предыдущим парнем просто сидят в одной комнате. Возможно, это один и тот же человек, просто слева это вид с затылка. И вообще, все эти эксперты, они не говорят что-то полезное, они скорее говорят для девушек что-то приятное. Например, тоже очень чел популярный, Алекс, пишет вся правда о психологии мужчин. И вот что, по его мнению, является правдой. Женщина должна спать намного больше, чем мужчина. Мужчине нужно проснуться пораньше, чтобы раскачать свою мужскую энергию. Твоя девочка, если не выспится, будет весь день в плохом настроении. Да, да, ну, слушайте, да любой человек будет в плохом настроении, если он не выспится. Ему не обязательно быть твоей девочкой, это может быть твой дед. Ну, правда. И в комментариях тоже у него куча положительных комментов. Каждый по такому мужчине. Вашими устами мед пить. Кто-то задается вопросом. Мой бог, вы ангел. Хотя правильнее было бы спросить, кто научил этот кунилингус разговаривать. Нет. Ну, признаюсь, ладно. Да, я отчасти завидую, потому что я никогда не получал таких комментариев. Я понял, в чем дело. Я выступаю в комедий-клаб, а нужно было все это время снимать вот такие видео. Твоя девочка не должна завязывать шнурки сама. Ведь если она нагнется к полу, то может обнаружить там твою самооценку. Теперь вот этим планирую заняться. И реально какой-то кошмар. Хуже женских психологов только вот мужские психологи, которые вот мужчины учат быть мужчинами. И чтобы у вас окончательно не пропала вера в человечество, я покажу только одного. Если твоя девушка в отношениях говорит тебе, мне не хватает эмоций с тобой, что делать с этим? А она что, в цирк пришла? Или на стендап? И ты что, должен бегать в костюме зебры каждый день? Вы еще понимаете? Мужчина несколько часов ехал за город, увидел красивый вид. И вместо того, чтобы им наслаждаться, он такой, самое время записать видео, как быковать на женщин. И дальше он еще говорит. Скажи ей так, билеты в цирк для тебя закончились, дверь там. Да. Ну, судя по фразе, билеты все-таки были. Ну, в целом и так понятно, да, что если психолог работает только с клиентами одного пола, то не стоит ждать от него, ну, ничего хорошего. Но что возмущает меня еще больше, что эти психологи вообще же не учат решать конфликт в отношениях. Они, наоборот, учат ругаться, игнорировать, разрывать отношения. Вот эти вот специалисты, они бы друг с другом бы даже не договорились. Их диалог выглядел бы вот так. Дверь там встала и ушла. Дверь там встала и ушла. Дверь там встала и ушла. И выйти из этого колеса сансары можно было бы только ударом электрошокера. У меня все на этом. Спасибо большое. Всем хорошего вечера, ребят. Пока-пока. Глава семейства. На флаг! Мирно! Реальная глава семейства. Циц! Старшая дочь. Поважаем. Паш, собирайте. Шашлык. В ресторане пожрешь. Младшая дочь. Накинешь что-нибудь. А я бы, наоборот, что-нибудь скинула. И сразу два зятя. Стукнемся яичками. Чего? Превратят любой день календаря в красный. Я елочку наряжаю. Сама не нарядись раньше времени. Праздники с 6 ноября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова